Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о венке мужчины. Нет, мы не поменяли тематику канала. Наш канал по-прежнему посвящен растениям и всему, что с этим связано. Просто в переводе с греческого это растение звучит как венок мужчины. Стефанос – венок, а Эндрос – мужчина. Речь сегодня пойдет о Стефанандре. Родом это растение из Японии. И немного иногда встречается в Корее. Всего насчитывается около четырех видов. Но нас с вами интересует только два. Надрезана листная – Стефанандра и Танаки. Чем интересно это растение и за что я ее люблю? Во-первых, несомненно, ее можно отнести к быстро растущим почвопокровным кустарникам. Она очень быстро освоит любой склон. Красиво будет свисать с вашей подпорной стенки. Абсолютно легко в уходе. Большим плюсом может стать тот факт, что под ней нет необходимости пропалывать. Но самое главное – это ее осенняя окраска. Осенью она окрашивается в желтые, оранжевые и красные тона. Начнем с надрезана листной – Стефанандры. В природе она достигает около двух метров. В культуре – где-то около метра с небольшим. А вот диаметр куста очень сложно оценить. Дело в том, что ветки очень быстро и легко укореняются. И Стефанандра займет столько места, сколько вы ей позволите. Многие садоводы знакомы со Стефанандрой, сорт которой – Криспа. Это карликовый сорт. Не более 60-80 см в высоту. И опять же, сложно оценить итоговую ширину растения. Лист очень декоративен, сильно рассеченный. Другой вид, увы, малоизвестен нашим садоводам – это Танаки. Вид был назван в честь японского ботаника – Ешео Танаки. Это более мощное и крупное растение. Взрослый кустарник очень напоминает фонтан или ручей, бьющий из-под земли. Лист у нее более крупный, иногда до 8 см в длину. И надрезанолистная и Танаки декоративны в любое время года. Несмотря на то, что это листопадный кустарник, у нее настолько фактурное ветвение и изящные ветки, что даже без листвы она прекрасна. По зимостойкости однозначно лучше зимует надрезанолистная Стефанандра. Танаки регулярно подмерзает, но за весной и лето отрастает вновь. С освещением. Ну, с освещением надрезанолистная менее капризная. При должном поливе хорошо растет и на солнце, и в полутени. Танаки предпочитают исключительно солнечные участки. К почве обе нетребовательны. По возможности слабокислая и нейтральная. Ну, наверное, и все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»